Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня, 31 марта 2020 года, большинство из того, что обещал президент в качестве поддержки бизнеса, было реализовано в законе. Закон принят Государственной Думой в течение одного дня и направлен в Совет Федерацию. Итак, о чем же этот закон? Условно, все положения этого закона можно разделить на 4 группы. Первая группа – это дополнительные полномочия правительства Российской Федерации на 2020 год. Второе – уточнено положение о том, что считается рабочим, что нерабочим днем. Напомню, несколько дней назад была дискуссия о том, как исчисляются сроки уплаты налогов, в представлении налоговой декларации в связи с тем, что президент своим указом объявил текущую неделю нерабочий. Сейчас в законе эта дискуссия прекращена и споров уже не будет возникать. Следующее – это снижение страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства. И четвертое – введение новых случаев обложения НДФЛ. Рассмотрим подробнее эти группы изменений. Первое. Как я уже сказал, введены дополнительные полномочия правительства Российской Федерации на 2020 год. Условно эти полномочия можно признать положительными. Правительство Российской Федерации вправе отменять налоговые проверки, продлять сроки уплаты налогов, продлять срок предоставления отчетности, ну и так далее. Какие-то положительные, мелкие достаточно моменты, по которым бизнес уже не будет тревожиться тем, что сейчас в сложный период, в кризисный период налоговая инспекция будет его докучать налоговыми проверками и уплатой, требованием оплаты налогов. Следующее. Снижение страховых взносов. Как я уже сказал, снижение страховых взносов произошло для субъектов малого и среднего предпринимательства. Это снижение произошло с 1 апреля 2020 года. Ставки по трем основным платежам снижены достаточно существенно. Ставка на обязательное пенсионное страхование теперь составит 10%, ставка на обязательное социальное страхование составит 0%, ставка на обязательное медицинское страхование составит 5%. Но одно большое условие, что эти новые ставки, пониженные ставки, применяются лишь в отношении величины выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда. В среднем, конечно, произойдет изменение сумм платежей, но не так существенно, видимо, как это анонсировалось либо ожидалось. Ну и последнее. В обмен на эти положительные какие-то льготы, предоставления, все мы, физические лица, граждане России, должны будем заплатить дополнительные суммы НДФЛ. Во-первых, как уже обсуждается, вводится НДФЛ на проценты по банковским счетам. Сейчас этого обложения НДФЛ практически не происходит. С 2021 года наши процентные доходы будут посчитаны налоговым органом, и все суммы процентов, которые начислены на сумму свыше 1 миллиона рублей, будут обложены НДФЛ. Также возникали вопросы о механизме. Механизм указан на этом законе. Налоговая инспекция сама посчитает все наши совокупные процентные доходы, и в течение следующего года выставит нам требования. По этому требованию до конца следующего года мы должны будем заплатить НДФЛ в бюджет. Ну и еще одно изменение, тоже негативное. Оно связано с тем, что вводится НДФЛ по процентным купонным выплатам по облигациям российских компаний. Как вы помните, раньше была введена инвестиционная налоговая льгота, по которой такие доходы по облигациям российским компаниям не облагались НДФЛ. Это стимулировало, конечно, граждан вкладывать такие продукты на фондовом рынке. Сейчас эта льгота выбирается, соответственно, стимула вкладывать эти деньги в фондовый рынок нет. Наверное, деньги будут в большей степени аккумулированы в банковской системе. Вот такие изменения. Я думаю, в целом можно обобщить, что какие-то льготы предоставлены, они положительные, безусловно. Но вместе с тем наше правительство не может что-то дать, что-то не забрав. Вот как раз дополнительные платежи по НДФЛ будут компенсировать даже, мне кажется, в большей степени те потери, которые бюджет сейчас понесет в связи с поддержкой отдельных категорий налогоплательщиков. Спасибо. До новых встреч.